Хэ-хэй, на правах рекламы хочу порекомендовать вам канал с несложным названием Зингер. На нём вы найдёте множество интересных АМВ, топы и обзоры аниме. Канал молодой и только начинает своё развитие. Ролики выходят регулярно, буквально каждую неделю. Автор очень старается, так что не пропусти очередной видос. Ссылка на канал в описании под видео. Шиза Проджект и Сарутачи ТВ представляют Привет дорогие друзья, с вами Натсу. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о полнометражном фильме Баруто. Или же 11 фильме Наруто. Как вам больше нравится. К сожалению, прокат Баруто в России отменили. Поэтому мне пришлось ждать хорошего качества и посмотреть его в интернете. А так бы я обязательно сходил бы в кино. Вот если даже его сейчас бы показали. Это так, намёк прокатчикам. Предупрежу сразу тех, кто ещё не понял. Дабы потом не было претензий. Действие фильма Баруто происходит после окончания манги Наруто. Так что если вы ещё не знаете, чем же закончился Наруто. То не советую вам смотреть дальше этот обзор. Так как для вас будут спойлеры. Сам же фильм я опишу лишь кратко. Без важных моментов. Чтобы не портить вам впечатление от просмотра. А теперь про сюжет фильма. История мальчика, который стал легендой. Осталась позади. Наруто вырос. Исполнил свою главную мечту. Став Хакаге. И обрёл свою любовь и уважение в лицах не только своей деревни. Но и всего мира. На посту главного героя. В этот раз его молодой сын по имени Баруто. В папу он пошёл только упрямством. Но он не имеет таких же целей и амбиций. А напротив же презирает звание Каге. И вообще из-за того, что его отец лидер деревни. Баруто в какой-то степени возненавидел его. Классическая сцена, когда отец ставит превыше всего свой долг. Днями пропадая на работе. А дети скучают до такой степени, что начинают ненавидеть. На фоне всего этого, наш привычный мир Наруто уже давно изменился. Время его не пощадило. Технологии развиваются с молниеносной скоростью, оставляя за собой привычный уклад. Так, например, совсем недавно было создано устройство, которое позволило Шиноби вообще забыть про тренировки Ниндзюцу. Оно определенным способом может воспроизводить любую технику, что значительно облегчает работу рядового Шиноби. Мир стремительно менялся, и это было хорошо, ибо новый порядок исполнил мечту давних предков, установил гармонию на земле, мир между пятью великими странами и даровал спокойствие всем. Но долго ли это будет продолжаться? Очередной злодей уже не за горами, и наших героев ждет новая серьезная битва. Сразу хочу отметить, что трейлеры фильма, которые я даже озвучивал в свое время, дают нам ложное представление о картине. И это также хорошо, так как когда я судил фильм по трейлеру, его идея мне не очень понравилась. Как-то выглядело это все уж чересчур похоже на Наруто. Плюс то, что его сын уже по факту сильнее его и без тренировок, мне не понравилось. Но на деле оказалось все совсем иначе. Сынок-то у Наруто оказался не так прост, как казалось. И получился таким капризным ребенком легендарного героя. В целом сам Баруто, в отличие от того же Наруто, меня все же немного подбешивал своими поступками. Все же нет за него такого переживания, так как он живет в относительно спокойном мире. И у него есть любящие родители. И его поведение выглядит не очень красивым. Хоть и можно понять, что ему просто не хватает внимания отца. Что же касается самого Наруто. То повзрослевший он смотрится очень даже органично. За ним приятно было наблюдать, как из озорного мальчишки с трудной судьбой, он стал настоящим мужчиной. Защитником деревни, мужем, отцом и настоящим лидером, исполнив свою мечту. Теперь его уважает каждый житель деревни, а весь мир знает его имя. Но пост Хакаге это также и большая ответственность. И Наруто не покладая рук, выполняет свой долг. Помогая каждому жителю деревни, как только может. Клоны ему в этом немало помогают. И смотря каким ответственным и серьезным он стал, даже не верится, что столько лет мы наблюдали за тем, как он к этому шел. Очень долго и упорно. Я изначально боялся, что мне будет слишком непривычно видеть Наруто с такими переменами в характере. Но все оказалось наоборот. Это по-прежнему наш старый добрый Наруто. Просто повзрослевший. Также тут немалую роль играет и Саски. В отличие от предыдущего фильма, тут ему дали немало экранного времени. Он, кстати, тоже изменился в лучшую сторону. Наконец-то он уже не пытается кому-то мстить. Ох, не прошло и 15 лет. Он, как обычно, очень сдержанный. И с Наруто они теперь общаются, как старые друзья. За этим тоже очень приятно наблюдать. И как-никак, Саски тоже стал отцом. Но его отношения в своей семье в этом фильме пока не сильно раскрыты. Остальные персонажи тоже нам демонстрируются, но в намного меньшей степени. Как, впрочем, и их дети. И да, все же этот фильм про Баруто. И это уже бросается в глаза, что Наруто тут выступает в роли второго плана. И это в какой-то степени тоже неплохо. Мы продолжаем наблюдать за полюбившимся миром, но уже от следующего персонажа. При том, что все наши старые любимые герои никуда не делись. А просто продолжают жить своей жизнью. На фоне приключений уже Баруто. Сюжет, кстати, в этом фильме не подкачал. По сравнению с 10-м фильмом Наруто, он, я бы сказал, отличный. Даже сказал бы, что это наиболее удачный полнометражный фильм из серии Наруто. В 10-м мне понравилась только романтическая линия. А сюжет был просто высосан из пальца. Как и натянутые битвы с явно слабым злодеем. С которым разобраться можно было за первые минуты фильма. Тут же как-то и над сюжетом поработали, и злодеев сделали более внушительными. Конечно, до оригинального сериала не дотягивают. Но вполне держат планку. Хоть и благодаря весьма читерской способности. Но иначе я уже не знаю, какого врага можно было бы делать, чтобы Наруто и Саске было трудно их победить. И это смотрелось бы не наигранно, как в предыдущем фильме. Тут же хотя бы понятны их потуги. И что враг реально сильный, и сразу без хитрости его не победить. Даже в легендарном Шинобе. В фильме неплохо поставлены боевые сцены. Приятно было также смотреть на слаженную работу с Саске и Наруто. Совместно они выдают немыслимую силу. И сценаристы неплохо взыграли на чувствах зрителей ближе к концу фильма. Не буду спойлерить, но я реально пережил чувство, как в оригинальном сериале. После битвы Наруто с новым врагом. Дальше уже сами увидите. Также понравилось, что Баруто, несмотря на свой характер, будет меняться по ходу фильма. Но не очень понравилось, что для этого изменения ему потребовался очень сильный толчок. Но в принципе и не важно. Вот кстати Сараду, то есть дочурку Саске и Сакуры, в фильме не сильно раскрывают. Видно, это они уже припасли на отдельный сериал. Точнее на Мангу, который точно уже будет выпускаться. Хоть и всего раз в месяц. Но я уверен, что и сериал не заставит себя долго ждать. Правда, я не очень понимаю, чем новые герои будут заниматься в этом мире, который относительно спокоен. Ведь все деревни живут в мире и гармонии. И таких мега злодеев уже не осталось. И даже если они и будут, то без старичков победить их не получится. Подозреваю, что это будет весьма лайтовый сюжет. Который больше будет про тренировки и дружбу героев. В уже знакомом, но изменившемся с годами мире. Но об этом будем говорить потом. А что я еще хотел сказать касательно данного фильма. Это то, что в нем хорошая анимация. Нарисовано все реально круто. Так же, как всегда, хороший саундтрек в стиле старой истории. Боруто. В фильму Наруто я, пожалуй, поставлю оценку 9 баллов из 10. Неплохой сюжет по сравнению с предыдущими картинами. С хорошей анимацией и саундтреком. Неплохо раскрыты старые персонажи. Но и не совсем хорошо новыми. Но и просто приятно было наблюдать за изменившимся, но таким знакомым миром Шиноби. И за мальчиком, который вырос и исполнил свою мечту стать Хакаге. Неся будущему поколению свою волю огня. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Тогда прошу поставить мне лайк. И подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А так же оставляйте комментарии под видео. Что вы думаете о фильме Боруто и о моем обзоре, конечно же. И еще можете делать репосты в социальных сетях. Вам не трудно, а мне вы очень поможете. А с вами был Натсу на канале Сарутачи ТВ. Всем добра. Скоро свидимся с вами в новых моих видео. Которые будут на моем канале. Ведь это мой путь ниндзя. Дата Байо. И сила юности. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok